Всем привет, добро пожаловать на мой YouTube канал и с вами я, Катерина Данко. Если вы кликнули на это видео, значит вы уже примерно понимаете, что сейчас будет происходить. Сегодня мы с вами не будем тестировать никакой новой косметики, ничего не будем обзирать, а будем просто краситься. На днях я посмотрела новое видео Никки Туториал, где она делает макияж перевернутой кошачьей глазки. И это так прикольно выглядит, это так эффектно выглядит. Я захотела это, конечно же, повторить, может быть не точь-в-точь, но по крайней мере уж точно посоздать вот эту технику на своих глазах вместе с вами. Но в то же время я подумала, что, наверное, этого маловато и нужно еще как-то лицо оформить, прикольно. Я вспомнила про еще одного блогера, ну точнее уже тиктокера Белла Порч, надеюсь я правильно произношу ее имя. И, собственно, она известна тоже своим макияжем, своими румяшками, своим сияющим носом, если коротко. Так что сегодня мы с вами просто объединим два макияжа и посмотрим, как все это будет выглядеть на мне. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной, а мы будем начинать. Я сейчас не буду пытаться перевоплотиться в Беллу или в Никки, я просто хочу взять их техники, их способ нанесения макияжа, взять свои продукты и все это воплотить на своем лице. И начнем мы, конечно же, с Беллы, потому что, ну как бы, она начинает с лица, я тоже хочу начать с лица. Передо мной стоит ноутбук на окне, поэтому я там смотрю, как все это дело происходит, что Белла делает со своим лицом. И она берет тональное средство от Morphe. Я же возьму вот такое вот Super Stay от Maybelline, потому что это самое плотное тональное средство, которое у меня есть. Я его не очень люблю, я уже об этом говорила, и мне не нравится то, как он выглядит днем, но на камере почему-то кожа выглядит, правда, с ним хорошо, и он достаточно хорошо перекрывает. Поэтому воспользуюсь им. И, кстати, Белла Порш наносит тональное средство руками. Честно говоря, то средство, которое я выбрала, наносить руками, очень плохая идея. Наносить его всем, чем угодно, кроме как спонжем, плохая идея, потому что он плохо ложится. Поэтому я в любом случае буду использовать свой спонжик от EcoTools. Я вам уже про него рассказывала. Это тот самый биоразлагаемый спонжик. И знаете что? Это не тот самый. Вот этот тот самый, который был в тех видео и пользовался, я им, наверное, раз в пять. Вы посмотрите, что с ним произошло. Его как будто моя кошка съела. Но нет, кошка его не ела, потому что он у меня лежал убранный. Ну, видимо, он как-то очень быстро начал разлагаться. Плюс, когда вы моете эти спонжики, они очень сильно линяют. То есть вода прям сиреневая, фиолетовая. Надеюсь, что видео вам передаст, как вот эта вся вода линяет. Мне кажется, это ненормально, потому что у меня еще пока ни разу такого не было. Даже самыми дешевыми какими-то спонжиками с Fixed Price'а они не линяли. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но вот как бы такой момент есть. И как-то вот вообще неэкономно. И почему я купила второй такой спонжик? Вроде как, нафига раз он так быстро порвался. А у меня просто мой спонжик после каждого своего макияжа всегда. Я иначе не могу. И мне просто так нравится нанесение этим спонжем. Он просто такой мягкий. Я решила дать ему второй шанс. Но если он опять у меня не переживет даже пяти макияжей, я, конечно же, больше не буду его покупать. Лучше тогда брать Real Techniques. Потому что они стоят одинаково по 5-6 евро. Но, по крайней мере, Real Techniques у меня держатся, ну, хотя бы месяца-два точно держатся. А это что? Это пять макияжей? Вы что, издеваетесь? Под это тональное средство желательно нанести какую-то базу, либо очень какой-нибудь увлажняющий, питающий крем. Поскольку оно такое, что может подчеркнуть во просто все шелушения, запасть во все морщины, куда только это возможно. Тональным средством все. Теперь Бэлла берет консилер от Nars. Я же возьму Can't Stop от NYX. Вот такой вот. У меня это оттенок ванилы. Собственно, я нанесу его. Она его наносит как-то вот так под глаза. Вот здесь ставит плюсик. Как-то так. Разносит она все это дело спонжиком. И, кстати, тональное средство она тоже потом доразносила спонжиком. Она нанесла его руками, распределила. И потом тоже спонжиком распушевала. Так что, в принципе, мы ничего с вами не нарушили. Консилер готов. И теперь Бэлла берет карандаш и гель, оформляет свои брови. Я же это сделала за кадром, потому что у нас просто немного все-таки разные брови. Я люблю это делать иначе. Она это делает так. Это, в общем, не так важно. И сейчас нам понадобится бронзер. Здесь у меня возникает небольшой вопрос. Почему бы там не припудриться? И как бы Бэлла не припудривается? Но, когда мы пользуемся каким-либо бронзером, скульптором или любым сухим продуктом поверх тонального средства, есть вероятность того, что продукт может залитнуть, может появиться пятно, потому что не всегда и не все тональные средства хорошо застывают, застывают какую-то матовую текстуру. Беру бронзер из летней коллекции от Catrice Bronze Away 2. Хороший бронзер, очень пигментированный. Наверное, плохая идея брать пигментированный бронзер на несовпудренное лицо. Но Бэлла говорит, что так она делает, значит, мы и так сейчас сделаем. Она наносит бронзер на щечки и на что еще, ну, в общем, по периферии лица. Помимо того, что мы не припудривались перед бронзером, нам сейчас еще нужно своим пальцем сделать контуринг носа. Вот это, конечно, интересная история. Я так никогда не делала, не занималась таким. Ну, как бы контуринг носа я, конечно, делала, но вот чтобы пальцем... А, ноу, нет, зачем, нет. Нет, Бэлла, нет. Нет, у меня какая-то фигня, на самом деле, с этим получается. Возможно, даже на камере, если это будет неплохо выглядеть, то в жизни, как бы, это всегда заметно. Я не знаю, как так нужно контурировать нос, чтобы это не было заметно в жизни. После Бэлла берет карандаш у Charlotte Tilbury, пила утока и, собственно, обводит, делает контур губы. После она нанесет, по-моему, помаду еще от Gucci. Но я сегодня воспользуюсь другими своими продуктами, которыми я пользуюсь постоянно. Произвестное нанесение карандаша я поняла, что как-то очень темный оттенок. И, собственно, вот этот я заменила на Revolution, который такой более розовый, более персиковый. По-моему, он даже немного похож на P.O.T.O.G. Хотя, я не знаю, дыни так уж и важно, на самом деле, будет похожий или нет. После чего, опять же, нанесла ту самую помаду от Catrice. Просто такая она, ну, просто, то есть, сатиновая помада, приближенная к цвету карандаша. Сейчас самое интересное, то, ради чего мы здесь с вами собрались. Мы до этого дошли, и это румяна. Белла носит румяна пальцем. Она просто набирает свои румяна. Они у него, я так понимаю, матовые. И проходятся по той части, где наше лицо больше всего загорает. В первую очередь загорает именно вот эта вот полоса, скажем так, горизонта. Я думаю взять, опять же, румяна от Revolution, потому что они немного приближены по оттенку, я бы сказала, к тем, что у Белла. То есть, здесь вот такой вот оттеночек. Он очень насыщенный, и они довольно-таки пигментированные. Ну, что я могу сказать? Да, я маленечко как будто бопат загорела. Ещё, кстати, было говорить, что чтобы макияж смотрелся лучше, нужно ещё под глазами дело всё это высветлить. Поэтому, возможно, нужно будет всё-таки прибегнуть к кистью, потому что, очевидно, спонжиком я сейчас просто залезу и на сами румяну. Но вообще выглядит прикольно, хотя у меня немного, мне кажется, пиписто получается. То есть, где-то темнее, где-то светлее. Но этого, в принципе, и стоило ожидать. Ещё она немного наносит на переносицу румян. Как-то немного странно это выглядит, особенно вот эта высветленная зона под глазами. Белла, это действительно так и выглядит. Я вот на себя смотрю. На ней как будто бы это ок, а на себя смотрю и думаю, ну, что-то как-то, что-то не так. Ну, с другой стороны, интересно. Ладно. И сейчас она, кстати, дошла до хайлайтера. Хайлайтер она наносит в основном на нос, на переносицу, по-моему. Сейчас, сейчас я посмотрю. Да, хайлайтер она наносит на нос, на подвородок и на скулу. Всё это дело наносит, конечно же, пальцами и побольше на нос, чтобы он, например, так светился. Я подумала взять вот этот хайлайтер от Catrice. Давненько я его не брала. Он хороший, он достаточно такой сияющий. Надеюсь, что не слишком окажется. Ну, попробуем. Я набрала немного на пальчик. Будем прям, что, прям наносить. Он очень сияющий. Вот, то есть, тут прям вообще легчайшее касание и уже всё светится. Какой красивый хайлайтер. Я совсем про него, на самом деле, забыла. Сейчас смотрю, наношу вот пальчиками и так симпатично это выглядит. Конечно, он яркий и у меня сейчас так нос сияет, но это прикольно, прикольно. С Беллой мы закончили. Пришло время Ники. Как бы это странно не звучало сейчас, но да ладно. На самом деле, для меня это самая интересная часть. Я для себя отметила пару моментов, как Ники делает вот этот перевернутый кошачий глаз. Звучит как название одной из книг Стивена Кинга. Перевернутый кошачий глаз. Нет, Кыш, я не буду твой глаз переворачивать, не переживай. Первое, это она наносит базу. Ну, у меня базы нет, поэтому я просто нанесу свой консилер. После базы Ники делает такую оттяжку к виску, и я заметила для себя пару моментов тушевки. То, что вот здесь, во внутренней части глазика и на внешней она делает тушевку активнее, темнее немножечко. И это выглядит прикольно, создает такой некий эффект насквозь, как будто тушевка у нее проходит. Точнее, цвет, который находится на подвижном веке, я также попытаюсь сделать. Плюс мне понравилось, что оттенок такой персиковый, теплый персиковый, выглядит симпатично. Поэтому, опять же, я возьму примерно похожие оттенки. Понятно, это не один в один будет, но что-то близкое. Постараюсь также форму похожую сделать, но, блин, у нее там на самом деле целое поле, на котором можно такие арты делать. В принципе, Ники этим и занимается. Насколько у меня это получится, я не знаю, но я постараюсь. Ну вот, как-то так получилось, и теперь начинается все самое интересное, и нам нужен какой-то очень хороший, желательно, наверное, гелевый черный карандаш. У меня есть такой, и он от Lamelle. Конечно, это Каял, но, в принципе, его возможно довольно-таки быстро растушевать, поэтому я думаю, что воспользуюсь им. В этом видео Ники делает обзор на новые карандаши от Кали с новой формулой, и, конечно же, у нее там все шикарно тушуется, но, мне кажется, Ники любую, просто любой карандаш дай, и она все хорошо растушует, мне так кажется, по крайней мере. И вообще, я на самом деле сейчас очень жду новый запуск косметики от Кали, должна выйти новая палетка с новыми формулами, поэтому я постараюсь ее в любом случае заказать, и, возможно, будет обзор. Надеюсь. Подточила я свой, наконец-то, карандаш, и теперь нам нужно пройтись по нашей нижней слизистой, выйти за границу, и, собственно, подтушевать ее в некую такую стрелку. На самом деле, мне это немного сложно делать, поскольку у меня сейчас, я думаю, вы заметили, что надеты линзы, и, кстати, забыла вам совсем сказать. Надеюсь, что вы досмотрели все до этого момента, потому что у меня есть небольшой промокод для вас, для моих подписчиков на 10% скидочки. Если вам понравятся эти линзы, то вы можете зайти в описание под мое видео, там будет ссылка на сайт, где я купила эти линзы, это бренд TTDI, и, собственно, вы сможете, если вам что-то понравилось, при заказе ввести мой промокод Катерина10 и получить 10% скидочку. Почему бы нет? А я продолжаю. Прорисовала слизистую, и теперь нам нужно выйти немного в межресничку, прям активненько так нанести карандаш, и все это дело стушевать. Я надеюсь, меня этот карандаш не подведет, и мои руки тоже меня не подведут. Теперь нужно взять какую-то маленькую плотную кисть и начинать, собственно, тушевать наш перевернутый кошачий глаз. Так, что-то я подтушевала, вроде бы форма меня устраивает, но теперь нам не нужно взять какие-нибудь темные тени, все это дело еще закрепить и дополнительно еще подрастушевать еще больше. Возьму, наверное, в палетке Huda Beauty вот этот черный, он, конечно, мне не очень нравится, он сыпется, но... ну ладно, ну какой есть, раз уже нам не под рукой. Черный я уже подтушевала, и, собственно, сейчас нужно взять вот такой какой-то оттенок, коричневый, очень мягкий коричневый, и, собственно, вывести нашу тушевку в кожу. Что-то я здесь растушевала, вроде бы что-то получается, хотя, конечно, не без косяков, постаралась как могла исправить, но, понятное дело, что не все идеально, а с другой стороны, как получилось, так получилось. Я сейчас за кадром быстренько сделала второй глаз и вернусь к вам уже с двумя черными глазами. Я закончила, наконец-то! На самом деле тушевка заняла достаточно много времени, поскольку черный оттенок сам по себе непростой. Он у нас идет такой на синий, я бы сказала, подложки, когда мы начинаем тушевать, то есть синий, серый начинает просто пать, в зависимости от того, какой продукт. Вообще, мне очень понравился результат, мне нравится, как выглядит этот эффект, и я могу сказать, что нижнюю тушевку делать легче, нежели верхнюю. Если у вас не получается растушеванная стрелка или какой-то затемненный уголок, делайте это на нижнем веке! Почему нет? Потому что как бы легче! На мой взгляд, что я для себя отметила, что на нижнем веке у нас есть два основных момента, то есть мы смотрим направляющую и смотрим то, насколько мы хотим большую сделать тушевку вниз. И как бы на этом все! Если же мы говорим про верхнее веко, то тут у нас получается есть у нас складочка, есть сама форма глаза, которую нужно учитывать, нужно понимать, насколько вы хотите вытянуть тушевку, то есть там, на самом деле, очень много моментов, плюс текстура кожи. И все это, все это в кучу складывается, и поэтому зачастую у некоторых, кто начинает только красить, да и в принципе у меня до сих пор не всегда получается растушеванная стрелка, потому что где-то либо пятно получается, либо я форма, я форма, либо я форму какую-то не такую изначально закладываю, в итоге это просто каждый раз, опять же, рулетка, по крайней мере для меня, поскольку я все-таки не профессионал. А здесь я просто такая хоп-хоп-хоп карандашом прошлась. Конечно, тушевать это все было долго, потом просто посмотрела, чтобы это было примерно одинаково, и как бы все, форму вывела, вниз растушевала, добавила коричневого, чтобы это немножечко смягчить, и все. У Ники Туториалс, конечно же, там еще реснички прям такие наклеены, плюс она там себе страйки сделает, все прикольно, классно, но я ничем таким заниматься сейчас не хочу, поэтому я просто прокрасила ресницы, и все. Короче, мне просто очень нравится то, что получилось у нас сегодня на лице, на глазах, и если вдруг вы будете повторять или хотите повторить, то, пожалуйста, отмечайте меня в Инстаграм, или где вы будете выкладывать это фото, потому что мне просто интересно будет посмотреть, это будет круто, классно, и да, кстати, если что, подписывайтесь на мой Инстаграм, я там тоже есть, там я немножко больше показываю своей жизни, ну и макияж там тоже присутствует. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и, конечно, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее новое видео, а мы с вами совсем скоро увидимся, до новых скорых встреч, и всем пока!